привет привет мои хорошие сегодня у нас вторник и наконец-то начался у нас третий курс массажа ну дети перенесли его как всегда возмущались не хотели но нужно нужно доктора сразу заметила что дети за полтора месяца изменились конечно же появились новые навыки вот сын или скоро поползет он уже на четверенечки становится в принципе уже где-то неделю пытается вставать на четвереньки но он стоит и так вот шатается и падает ну ладно хотела показать что купили вчера или позавчера я не помню пару дней назад короче деткам я кое-что покупал хотел показать потому что меня часто просят показывать вещи с ценами вот то что с ценниками я покажу дети спят после массажа поели и уснули но вы знаете это дело такое с моими детьми это может продолжаться вот эти шортики они мне так понравились я помню они дорогие это для дочи конечно же с разноцветным мешочком взяла я на какой размер 6-9 месяцев там было на 3 6 месяцев вот на 3 6 месяцев сейчас бы не подошли бы шортики но она носить похоже поэтому взяла вот такой вот размер мамины солнышко муж пришел он ходил на рынок за овощами посмотрим что он принес продолжаем шортики очень-очень хорошие качество просто суперской здесь можно сделать поуже зацену резиночку марка а ну вот она вот это вот магазина пакетик цена у меня 139 лет почти 149 лет я отдала за вот эти манюсенькие шорты я себе штаны не покупаю за такую цену ну покупаю но редко знаете да кусочки но едет этот подойдет я уже представила как она будет в этом смотреться мамина красавица шортики я надеюсь что хорошо после завтрака против сегодня убирался после завтрака потому что я была занята детьми они делали массаж ну вот эти вот обычные мальчики годики точнее их всегда мне не хватает всегда сколько бы ни покупала всегда не хватает они недорогие они по 10 лет 999 очень хорошее качество легенькие это на один год это могли всегда розовый на 9 месяцев синенький на один год разницу видите синий на один год вот такое вот дело здесь бывает с размерами турецкие вот сейчас покажу вот сверху да только вы чуть-чуть ширину они отличаются и все в длину никакой разницы вот такие маечки по 10 лир а это костюмчик по моему я не помню уже бриджики у войски на и девочки платьюшко я детям беру все вещи с натуральной ткани и здесь цена 51 95 50 биллеры видимо со скидочкой красные теньки то есть и скидочные тирси сколько было за скидкой небольшой раз небольшая разница 58 лир было всего больше в этом тоже будет моя принцесса смотреться очень-очень красиво рядом и что-то я тут взяла сына по моему сынульки да это сынульки шортики и футболочка личная тоже со скидкой за 36 лир все что тебе нужно для но не жаркая конечно как без мишки я прям жду не дождусь когда мои дети будут носить эти летние вещи так я нашла сцениками которые вот это вот марка панчо моему солнышке сынульки динселы и динселы они они стоят 69 95 70 лет такие и там же взяла беленькие чуть-чуть побольше эти беленькие цена такая же замша натуральная кстати здесь вот заны наши натуральная эти чуть-чуть побольше и взяли мы еще вот такие красненькие они без ценника но они дешевле они по моему лир 40 или 50 я точно не помню красненькие это тряпочные и для дочи для дочи я не нашла в этом магазине панчо нормальные обуви для девочки взяла вот такие вот она принципе пока не ходит и не топать поэтому взяла вот такие это взяли мой байкики это недорогая обувь лишь 30 на 35 каждая пара не знаю не помню сколько стоит выглядит вот насчет обуви но сынули на обувь конечно мне нравится больше для мальчика выбор был нам намного лучше в этом магазине панчо что делать доча подрастет и тоже найдем покрасивее что-то там я еще и купила панамочка на лето цену не знаю вот такое платье коротенькая платьевушка то знаете даже размер я взяла на 9 12 месяцев она же мне манюсенькая и все равно это платье и такой короткая короткая по моему его будем носить с бриджиками цена у этого платья недорогая 27 лир это хлопок все еще раз повторяю что детям я беру всегда натуральные ткани себе я могу взять все что угодно потому что если комфортно чувствую во всех тканях но детям только натуральный нитка сынульки штанишки 40 лир это тоже вайкики вообще вайкики есть неплохие детские вещи не все подряд конечно можно найти нормальные вещи кем но мне там не очень нравится расцветка там очень много бывает такое знаете чисто турецкая что ли расцветка такая все аляпистая для детей все вперемешку желтый с розовым с красным зеленым полосатая все какое-то вот я не очень такое люблю но найти все равно можно классические белые брючки и самое что мне нравится в наших покупках магазин панчо я говорила не один раз что сынули хотела купить джинсы классические просто джинсы не могла найти ни в одном магазине я в интернет магазинах смотрел нашла в пальчик вот они классические джинсы именно я хотела темной ниткой чтобы они были прострочены не елой не бежевая не рыжий никакой именно вот темно-синей ниткой чтобы они были прострочены потому что это смотрится намного стильнее ну мне так кажется немножко вот это в моем понимании что джинсики просроченные в том смотрится намного красивее здесь на веревочке цена у них 120 лет детские вещи стоят дороже чем вещь для для взрослых на 120 лет лет как-то будет красиво смотреться в эти штанишки белая футболочка у него еще курточка и для дочери конечно же тоже подобрали какая выбирала для сына папа выбирал для дочки штанишки маминой красавица тоже классические джинсы у нее прострочены белым но у нее цвет джинс посветлее поэтому не не бросается в глаза цена этих джинс по-моему такая же да тоже 120 лет знаете да вот это вот взрослому человеку можно из вот таких кусочков чтобы взрослому человеку шить джинс вот таких кусочков наверно штук 10 понадобится и все равно цена будет такая же для маленьких и курточку папа выбрал для дочери такая куртка цена у этой куртки сто семьдесят лир вот но вы знаете мне кажется она этих денег не стоит купить там ее купили потому что она подходила и дочки и так и так далее но вот эти вот торчащие нитки да вот если ты сто восемьдесят точнее 170 лир за куртку вот такую вот просишь за детскую мне кажется вот это вот не должно быть вот эти вот нитки вот это вот это я все конечно вытащу все аккуратно сделаю но если я плачу сто семьдесят лир за вот эту вот тряпочку мне кажется кажется должно быть на уровне это размер у нас на 6 12 месяцев было поменьше тоже но девочка была маленькая вот такие вот у нас были покупочки себе не купила ничего и мужа тоже ничего мы не купили вот так вот теперь все детям 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 и кстати мне очень часто писали по поводу подгузников гуны я наконец-то их нашла купила взяла подгузники и взяла трусики для пробы понравилось качество я взяла для сына попробовать качество понравилось и бобка на самом деле сухая но если сравнивать со всеми другими подгузниками скорее всего после памперс на премиум керка у нас закончится мы перейдем на гуны есть я смогу покупать в интернете так как постоянно ездить за ними у меня возможности не будет торговаться вот такие вот дела мои хорошие вот так вот у нас обстоят дела с ценами все дорого все дорого на что делать жизнь такая дешево ничего не дается этой жизни все папе я чай пока мои деточки спят потом если успею искупаюсь если нет буду заниматься детками всем хорошего настроения любите себя родных близких всех дарите всем свою любовь любовь пока есть возможность я всегда так говорю дарите любовь но я сама очень холодная не умея показывать свои чувства если только своим детям и все больше никому и даже маме своей знаете за всю жизнь вот мне 40 лет скоро я маме своей не смогла сказать что я люблю да хотя надо это делать я искренне завидую людям которые которые могут вот просто сесть с родным с родным человеком обнять узкать дети так люблю я не могу так сказать я могу поступками показать то что человек мне дорог и так далее то что близок что я за него переживаю словами нет вот такой вот я человек зато детям я могу свою всю свою любовь которого то у меня внутри накопила за эти годы да я отдаю своим детям даже мужик меня не видел как вот такой сотой сотой доли наверное этой любви которую я сейчас даю своим детям и иногда кажется у меня ревнуют где-то мы не замечали ли вы за своими мужьями такое когда я была беременная у нас с мужем был разговор не помню он мне сказал не будет ли такое что когда появится на дети ты забудешь обо мне не будешь на меня обращать внимание я сказала конечно нет такого не будет к и в один период такое время настало я не обращала на своего мужа вообще внимания никакого и он сел когда один раз напротив меня и напомнил мне тот разговор помнишь я тебе вот так вот так сказал сказал что такого не будет и ульда помню ну вот как настало это время года нет а сама потом села и подумала да ведь он прав на самом деле я на него не обращала никакого внимания он как маленький ребенок тянул на себя это внимание пытался привлечь а меня это раздражало что он не отвлекает от моих детей но хорошо что это осталось позади я взялась за голову я все-таки вспомнила что это мой муж это отец моих детей они просто там он сделал детей и все так что девочки говорите своим мужья своим родителям близким родным как вы их любите как они вам нужны я этого делать не умею я не знаю я пыталась несколько несколько раз даже вот сказать но не получается вот такой вот человек какой-то вот черствий что ну ладно не будем больше философствовать закрываясь на этом желаю вам всего самого хорошего на улице прекрасная погода у всех уже наступает весна у кого-то уже наступила кого-то наступает так что в душе тоже должна быть весна закрываясь пока